Второй путь, который описан в Библии Война, голод, доканнибализм Разрушение всей страны Вот что она желает России Я не думаю, что кто-то после этого из России Захочет с ней общаться, но Флаг в руки Ну что и говорят, натянутые Ютубом просмотры Аж 350 штук В сутки То есть, ну, конец таких людей Предсказуем Я нейтрален, я думаю, все время Расставят по своим местам Рано или поздно Ну, достаточно об этой мадаме Есть другие Каналы замечательные Например, вот только в плюс Сейчас я вернусь к подобному Где мурашек показан Где Начинали воздравие, закончили Упокой Начал Александр со звонков Мне, у меня где-то даже В истории это было Со звука Я ему сказал Какие ролики желательно сделать Можно сделать вместе Но на этом все и закончилось Он получил разрешение Использовать какие-то мои материалы Ну, стандартный контакт первый Как и Гришинский Тоже с этого начинал Звонок, контакт Общение Получение какое-то разрешение На совместную работу И потом под этой маркой Начали совершенно в другую сторону Водить людей Стандартная ситуация Начинают вот так идти Параллельно Потом в сторону И вот только в плюс Пришел к тому, что Почти графен Шутгид Начал записывать Людям в рот Буквально, мол, это защита Нужно его всюду Раскидывать Якобы это что-то изменит И на абсолютную ересь Перешел На абсолютную Несмотря на то, что есть Частично правда Но все потом И пошли циферки Бомбит 23 и так далее Говорит немножко по правде Но потом начал уводить Совершенно в сторону Не называя имен Не показывая кто за чем стоит Но в то же время Говоря много того Что реально происходит Но очень интересно Смотреть эти ролики И анализировать Помню первые его ролики Шунгитовая броня Да, конечно же Броня Два года назад Земля Солярис и так далее Еще не проснулся Мексиканский портал Гаваха Какую-то муть Он показал Якобы какой-то радар Потом он Сделал параллели С другим явлением Эта фотография В общем Полная муть Есть ли логика Если применить логику Критическое мышление То Понятно что Кому мы молимся И опять Йод пиар Какой-то некой Единой матери Ну Глазик Чип Да Много говорят Правду Но Пирамиды 20 И 21 Века Тут он Допустим Ставит знак равенства Между Пирамидами У нас Допотопными Это технические сооружения Которые поддерживали Щит земли Допустим Силовой И пирамиды Современные Которые используются Для совершенно другого Здания современные И пирамиды Он ставит знак равенства И то и другое Мол было плохо Версия Крепостей звезд Новых Это просто Ну Просто позор Просто Уводит в сторону Начал с хорошего Заканчивает Ужестью Сейчас попробую найти Да Вот просмотрел Вспомнил Потому что должен был Ролик этот Я делать Про троллей Давно-давно По плану Но что-то Не до них Совершенно было Жака Сначала он Пиарит Хороший Как он сказал Замечательный Неоднозначный Фильм Который я еще раз Беру Там тоже Манипуляшка Высшего уровня Знак равенства Между добром и злом Между силами Освобождающей человечество И его закабаляющей Типа это одно и то же Наши оружие совершенно Попав на планету Оно начинает развиваться Нападая на все формы Присутствующей там жизни Уничтожая или пропащая их И вот в этом Весь канал Только в плюс Называется Крепости звезды Новая версия Сначала он долго-долго Пиарит этот фильм Я поделился мыслями С коллегами-блогерами В группе Про которую рассказывал Вам в прошлом видео Нужно отметить Что у всех друзей-соратников Эта картина вызвала Но не как обычный зритель Интересный фильм Да тут Сама Символизм будет их падением Треугольничек Вообще фильм замечательный Символизм Определенный Одноглазики Раевой Скажем так Ну вообще Замечательный фильм Опять тоже там Пиар скорее Потом Долго-долго Разные люди Якобы делают вид Что они протестуют Он их пиарит тоже Михалкова сначала пиарит Потом вот этого вот Члена совета Ну официальное лицо Потом не менее официальное лицо Партию женщин Которая открыла Получила медаль Орден какой-то Из рук Мишустина Официальное подтверждение Что она своя Ей разрешили партию Зарегистрировать Вот Петров С большим трудом Генерал Когда-то зарегистрировал партию Потом неожиданно умер А вот это вот Зарегистрировал партию Женщин То есть для борьбы с мужчинами Для развала семьи По сути Которые права женщин отстаивать Что там отстаивать Я не знаю Потому что И дополнительные отпуска И защиты И консультации есть женские И аборты И прочее То есть Бесплатные И так далее И так далее Все для женщин Казалось бы На самом деле Для развала семей Потому что Под Личиной одного Когда это называется Одним способом Внутри Совершенно Другое У системы У врага Как и на канале Только плюс Крепости звезды А тут Идет Вот Пиар Совершенно противоположного Под видом Защиты женщин Идет уничтожение Женщин Именно Настоящей женственности Вот Пиар разных людей Вот Известного Ни разу Ни масона Актера Папа Члена Единой России Если не ошибаюсь И вообще Приближенного К власти человека К которому Дают выступать С криками Гойда На Красной площади Совершенно случайно И вот Прочие Вот Такой пиар Совершенно Провластных Адиозных людей Которые якобы Борются с тем Что власть делает Хотя сами Являются частью Этой власти Очень странно Для такого канала Который борется С властью Скажем так И мне это очень странно Ну ладно Дальше он Говорит Немножко о крепостях Звездах Переходя на звук И говоря Что на самом деле Опасен Ультразвук Ой Инфразвук Который убивает Прям Послушаем немножко При помощи Вибрационно-волнового Воздействия На поверхность земли Это якобы Так строились Крепости звезды Причем Он не говорит Чем Воздействовало Кто воздействовал На скалы На которых Допустим Часто Крепости звезды Построены Совершенно Не говорит Ну якобы Вот так вот Повторяют форму Волн Звуковых Значит Они так же и строились В пользу этой теории Могу привести Факт отсутствия Около большинства Звезд Отвалов Пустых пород Которые неизбежно Образовывались При таком количестве Спорно Что такое Отвалы Пустых пород Это что Добыча руды Идет Ну а как тогда Строились Подземные Коммуникации Если это вот Звуком Каким-то Повлияли На землю Она вспучилась В общем Какая-то Глупость Если посмотреть С точки зрения Логики Но по-моему На логику Тут и не рассчитывают Просто на Такие Троллевские Каналы О которых Я еще Поговорю Это рассчитано На людей У которых Очень низкий Уровень Критического Мышления Которые Грубо говоря Верят всему И сегодняшний Ролик Обзорный Я расскажу В нескольких Каналах Может быть Это затянется Как всегда Сейчас уже Полчаса Примерно Говорю Но Я думаю Тролль Будет Примерно На полтора Часа Он будет Нудный Но тем не менее Необходимый Для понимания Того С чем мы Имеем дело В общепубличном Пространстве Как нам Утрят Мозги В качестве Рвов Каналов И всевозможных Подземных Коммуникаций При работе Акустических Установок Формирование Заданной Формы Бастиона Происходило Путем Постепенного Перемещения Верхних И средних Слоев Поверхности Земли А также Структурирование Программируемых Пустот И будущих Галерей И коридоров Как структурировать Программировать Пустоты Может пояснил бы А как же Со следами Есть следы Обработки В скалах Внутри Есть шахты Квадратные И я все это Показываю Здесь на канале Прямо в скале Очень интересно А как же Быть С бастионами Полностью Сделанными Километровыми Из кирпичей Либо из камней Ну Таких А как же Быть с полигональной Кладкой В крепостях Звездах Вот Молчит Как это выглядит На плоской модели Вибрационного стола Вы уже видели Теперь посмотрите Как это выглядит При объемном Моделировании Приблизительно так Только в более спокойном И малозаметном темпе Происходило передвижение Многотонных Что значит Малозаметном темпе За год Неожиданно Крепость Звезда Появилась Облицованная С подземными Коммуникациями Облицованная С волноводами Внутри С щелевыми Антеннами То есть Вертикальными Такими Бойницами Как в Петропавловской Крепости Две Большие Несколько раз Либо вот Через равные Промежутки Но под разными Углами Чуть-чуть Ну я Об этом Чуть подробнее Расскажу С анализом Некоторых Работ Других Исследователей Именно научных Включая Александра Мишина Наверное Будет отдельный Ролик По крепостям Звездам И там Как формировались Силовые поля Там Всего лишь Сугубо Мое мнение Ну а сейчас Немножко Остановимся На этом Бреди Бреди Куланова Вячеслава И еще Некоторых Людей Масс породы При первоначальном Структурировании Затем Когда необходимое Передвижение Было закончено Переходили Ко второй фазе Точное моделирование Проекта Здесь уже Раньше Не было Точное моделирование То есть Делали на обом Да Ну ладно Принцип Долговременного Постоянного Волнового Воздействия Чем Кто На что Воздействовал Лысик Ну ты что Вот прям Вот Врет И не краснеет Вот прям Вот Давит Вот интересно У него энергетика Мощный Чувак Мощный Надеюсь Он Вся его активность Закончилась Ну Выдохся Ёжик Сдох Как В мультике Хотя Ему Выделили ресурсы У него там были ролики Что ему кто-то монтирует Звукозаписи В студии Происходит В Беларуси тоже есть интересные ложи Которые правда были против батьки Сейчас он их немножко пристукнул Тем не менее они есть Активничать пытаются Сейчас правда свою активность Приостановили Интересно С чего бы это Ну надеюсь Что Окончательно Не нужны По крайней мере Мне Вот эти вот Уводящие в сторону ролики Через какое-то время Звездная структура Как бы вырастала Из земли Ага Со встроенными внутрь Металлопроводами Как в Петропавловской Камни между собой Были Железками Встроены Внутри Влитые прям Со следами Иногда Механического воздействия Иногда Отливки Силуэлозвуком Непонятно каким Где эти дуделки-то Почему мы сейчас об этом Не знаем и не помним Интересно А почему он ничего не говорит О так называемом Культурном слое Не показывая Откуда это произошло Что он явно чужий Да и Что Галина Не понимает Ну нет Такого материала Нигде В ее чреве Уже формировались Необходимые коммуникации Каким образом В чреве Коммуникации Сами формировались Интересно И какие коммуникации Он имеет ввиду Кабели Или что Что под коммуникациями Он имеет ввиду Если подземные ходы То они тоже были Изнутри выложены Кирпичом Как я показал Допустим В нескольких роликах И в том числе По Белградской крепости И по крепости Вот там в Сербии Есть новый сад Петра Вардин Само собой После этого строительство Продолжалось уже привычными Для нашего восприятия Технологиями Вот это вот все Одна привычная Вот это вот излучатель Вот это вот Вот отсюда Столб света Шел Луч А вот это вот Как головка антенны Только большая Типа вот спутниковая антенна Вот оно Вот это вот все Тут нет никаких волновых технологий Тут это все Еще на десяток метров Вглубь Все это Привычные нам технологии Так называемые Которые ни разу не привычные Непонятно откуда Столько кирпича взяли И как его сделали Где газ Для этого кирпича Но об этом я уже говорил На разных Каналах Роликах И местах Хочу привести еще один Весомый аргумент В пользу моей версии Фрагмент ролика С канала Астрогор В котором Владимир Автор этого канала Показывает принцип Волнового Постояния крепости Ссылка на полную версию Видео Внизу под роликом При изучении Четырехлучевой крепости Я обнаружил Определенную закономерность В ее пропорции Чтобы их получить Достаточно взять Квадратную площадь Каждую сторону Разделить на равные Четыре части И начиная от угла По диагонали Их соединить И так сделать С каждой стороной В результате Мы получаем Волновую амплитуду Определенного размера Теперь отмечаем Точки пересечения Первых двух диагоналей По всем четырем сторонам И только теперь Введем соединяющую линию По точкам пересечения И линиям волны В результате Ну совершенно верно Это значит Что так звук распространялся Это не значит Что так строили Скажем так Если мы Сделали вот это кресло По фигуре Это не значит Что мы фигурой Кто-то в своей заднице Сел и сделал это кресло Но это глупо Кресло делается Для определенной цели И соответственно Подгоняется Формой Под некий процесс Для которого Это все сделано Если колесо круглое Это значит Что оно сделано Для вращения Определенного И все Он от обратного Ведет свою логику Очень странно Получаем классический профиль Четырех кучевой звезды В бумажных изданиях Где описываются Старинные фортификации И их проектирование Расчет углов крепости Рассчитывается Для ведения внешнего боя Ну это понятно Это все придумано В 19 веке Чтобы придумать И оправдать Вот то бредово Официальную версию Что мы здесь Наблюдаем А вот что говорит Сам некий Охотник Он же Александр Он же там Канал только в плюс Клин клином вышибают Дала такую целостную модель Всего проекта Что даже пытаясь Специально найти слабинку Я этого не смог Вот смотрите Что значит специально И слабинку Клин клином Это вот это Клином кто-то бил Слушаем Слушаем Абсолютный бред Помните ролик В котором я вам рассказывал Про резонанс Шумана Про то что в последние годы Он повышается И повышается Совпадает Спорная небольшая Флюктуация Есть Но Константа Она Одна Боряд 7.83 То есть Девятка В итоге Нет Не совсем так Но Это наверное Не в этом ролике С мозговыми волнами И благотворно влияя На наш организм Но если сейчас Он растет Что могло помешать В какой-то момент Истории Ему снизиться Меня все время Напрягало Столь уверенно Что-то могло Например Некие постоянные Это все равно Что утверждать Что Вот Сейчас 365 дней в году Что могло Помешать Быть Не 365 Чтобы оборотов Было А 300 оборотов 300 дней в году Ну к примеру Так вот То и могло Есть некие Константы Неизменные Ибо все связано Меняется одна Меняется другая И отвращение Зависит В том числе Колебания Земли Постоянные И об этом Рассказал Мишин Смотрим его Серию роликов Про звуковые Колебания Земли Тоже В том числе Про цельность Всего Об этом Я сделал отдельный ролик И безапелляционные Заявления О неизменной Частоте Резонанса Шумана 7,83 Герца На протяжении Целых столетий А если предположить Что по каким-то Объективным причинам Он начал снижаться Ведь инфразвук В частоте 6 Именно По объективным А где эти Объективные причины Уменьшение Диаметра Солнца Уменьшение Диаметра Земли Потому что Чем меньше Диаметра Тем быстрее Может быть Вращение Большую Массу Не раскрутишь А если Раскрутишь То с последствиями Это значит Изменится И сила Притяжения Вращения Хотя мы Не знаем О тяготении О природе Тяготения Она может быть И электромагнетическая И магнетическая Электростатическая Природа Либо иная природа Такого явления К притяжению Но притяжение Есть Но об этом Я тоже поговорю Когда буду Обсудить Дискуссию С Евгением Макаровым Чуть позже Наверное На второй части Я сделаю перерыв Сейчас вот Закончу Столько плюс Эми Герц Не только сводит с ума Он убивает Вот несколько примеров Из книги Владимира Мезенцева В тупиках мистики Режиссер Лондонского театра Был озабочен Готовилась Постановки Новая пьеса Одна из сцен Переносила зрителей В далекое Тревожное прошлое Да Сделал Излучатель Пугающего Для получения Тревожного звука Вуд сконструировал Специальный резонатор Инфразвуковой Динамик Обычный Стоило шар Приблизить к уху Как человек чувствовал Сильную боль Словно кто-то давил На барабанную перепонку Этим заинтересовались Ученые Опыты Проведенные на Черноморском Побережье Показали Что неизвестное явление Связано с морем Болевые ощущения Вызывали инфразвуки Которые возникают Над Каким образом Поднесение шарика К уху Вызывающая боль Связано с Исследованиями Звуков земли И звуков моря Дальше он долго Рассуждает Также подмешивая Понятия И ничего не приводя В доказательство Просто балабольство По вреде Инфразвука Морскими просторами При штормах И сильных ветрах Разгулявшийся ветер И сильное волнение моря Становится источником Мощных инфразвуковых Колебаний воздуха Они распространяются На сотни и тысячи Километров вокруг Улетая вдаль Неслышимые звуки Как бы предупреждают Всех о надвигающейся буре И такое предупреждение Хорошо улавливают Многие обитатели моря Вспомните по медузу Откуда он знает Кто что Ну инфразвук Да Может быть еще Другие источники Да Животные некие Чувствуют Иногда Но если вот верить Этой логике Инфразвук Это следствие Воздействия То есть уже Когда начался шторм Тогда По его логике Пошла звуковая волна И она предупредила А когда шторм Еще не начался Что предупреждает О начале Землетрясения За несколько часов Говорят Что некоторые Животные Реагируют Не начинают Иначе себя вести Как быть в этом случае Что тогда предупреждает Тогда не инфразвук Но он все списывает На инфразвук И на весь организм Начинают колебаться Внутренние органы При этом Неизбежны Их повреждения Да Прямо инфразвук Убивает Буквально Да Конечно же Чего же мы все Не померли Вот сейчас Когда звездные крепости Не работают Очевидно Не работают А если И работают Почему мы Не умираем Люди На островах Где-то Не умирают Где Нету звездных крепостей По его логике Как-то вот странно Даже не очень большой силы Способен нарушить Работу нашего мозга Вызвать обмороки И привести к временной слепоте А мощные звуки Останавливают сердце Или же разрывают Кровеносные сосуды Вернемся еще раз На посту океана В 1890 году Из Новой Зеландии В Англию Отплыло парусное судно Мальбора Груженное мороженой Бараниной и шерстью В порт назначения Он не прибыл Парусник был списан Как погибший Прошло 23 года И вдруг Мальбора обнаружили У берегов огненной земли Корабль шел под всеми парусами Капитан Стречного Составил подробный отчет О том, что он увидел Все члены команды Откуда вот эти сказки Находились на своих местах Один лежал у штурвала Трое на палубе у люка Через 23 года На полных парусах Причем 10 инфразвук И члены команды Были на месте Если в инфразвук 20 лет назад Их убил То уже были бы Высохшие трупы Даже если паруса Были бы на месте Да и паруса Были бы сто раз Порваны ветром Вот как это связано С крепостями звездами Вот так все на канале Только в плюс Начинают воздравие Заканчивают за упокой Начал тогда С ролика про звук Вышел к тому Как слепой Самый первый его ролик Один из первых Тоже про звук В допотопных сооружениях И пришел к тому Как слепой Якобы видит стены На самом деле Чем он видит Непонятно Но В общем Всякий Кто якобы Пытается Заниматься Звуком Всякий ролик У него Программа Как и Любой клип Это не просто клип Чтобы музыку послушать Заложена программа Исследование Звука Допотопного Привели бы К По сути Слепоте Он показал Слепого человека Анализ этого ролика Тоже очень интересен Будет для тех Кто хочет Вот самый Один из самых первых Где он показывает Какого-то слепого То ли австралийца В общем Чувака Который Видит Предметы И рассказывает О том Что у него Как бы картинка В голове Формируется Якобы звуком Абсолютный чушь И все очень сильно Притянуто за уши Вот в этом Весь только Только в плюс Просто Шедевральная Подмена понятий И Неправильная логика Как бы Дважды Трижды Три Десять Дважды Два Пять Поэтому Десять Плюс Пять Будет Пятнадцать Все верно Но изначальные посылки Вот как в случае с этим кораблем Они немножко ложные Притянутые Вот если их не проверять Дальше все Соответственно Десять Пять Пятнадцать Пятнадцать Плюс Пятнадцать Тридцать Все верно Да Но изначальные посылки Ложные И здесь то же самое Попробуйте Понять мою логику То что я пытаюсь донести Изначально Вот все перевернуто Начинается совершенно другого Очень много Слишком Много информации Которую нужно останавливать И Каждую буквально минуту Делать анализ Иначе вот Будет такая вещь Как взлом сознания Очень много фактов Информации В мозги Запихивается Разношерстный Мозг не успевает Обработать Сознание Выпадает в ступор И тогда в этом После некоторого Пресыщения Которое Равно От тридцати До сорока Минут Уже Почему и делают Академический Час Обычно Урок Сорок минут Был Это предел Насыщения Лучше По полчаса Делать Перерыв Вот у него Ролики Примерно столько И на разные темы Вот он В одной темы Впихивает Впихивает Когда передоз Разной информации Он впихивает Немножко еще Много-много Фактов Которые не успеваешь Обработать И потом Когда мозг Уже все Вздох Не анализирует В подсознание Вбрасывается Такая вот Не совсем Истинная информация И так построен По классике НЛП Вот в лучших Традициях Промывки мозгов Это всего лишь Мое субъективное мнение Я предполагаю Что это все Не зря делается Именно чтобы Ложную теорию Впихнуть Как в случае с пирамидами Где знак равенства Ставится между Пирамидами прошлого Гигантскими техническими Сооружениями И нынешними Именно для работы С сознанием Как символизм И как Формой Тоже много чего Определяется Как именно Паразитизм И он там Примеры такого Приводит Но это уже Современная власть Делает Которая никак не связана С той властью Человеческой Которая была Раньше и с тем Мироустройством И здесь то же самое Подтасовка фактов И попытка Впихнуть невпихуемое И говорит, что все это ультразвук К этой Ой, инфразвук Пардон Да, конечно же Ну Убили А что же других не убивает? Почему это только в море? А если это в море То значит это безопасно На суше Если это было Условно Сто лет назад В 900 году Почему в 900 году Еще никого не убило Кроме как А если это в море Только происходит То почему На суше строят Крепости, звезды И почему они такие разные И зачем в центре каждого Храм так называемый А в центре было Некое сооружение Купольное Изменение Незаразной болезни Невидимый убийца Всего лишь парализует Работу сердца Столь же реально допустить Что мощный инфразвук А еще изменение климата Да Сейчас Умерли неожиданно Столько Объяснений Бррр Тоже отдельный ролик Можно сделать Частое дыхание Даже Приводит Пролечу сердца И внезапной смерти Надо же Изменение климата И так далее Вот это Так вот Тень на плетень Вот В лучшем духе Нашего врага Абсолютная ложь И чем Больше ложь Тем Легче в нее верить Луковое излучение С частотой Несколько отличное Семи герц Способно вызывать Приступы безумия Об этом говорят Некоторые факты Установлено Например Что когда на море Зарождается Набирает силу шторм На берегу Всегда растет число Дорожных происшествий Да ладно А может быть Это связано С другим явлением И шторм Тоже следствие Того другого явления Если оно и есть Вообще В принципе Кто эту статистику Подводил Как Установлено Всем известно Ни для кого Не секрет Эти фразы Это Критерий Тролля А Версии Крепостей Звезд Бредовые Это тоже Лакмусовая бумажка Критерий Тролля В области Альтернативной истории То есть Реальной истории Исследователи О их Немало Не то что Мало А Почти нет Можно сказать Кроме Кунгурова И Новой реальности Бывший канал Валерий Более-менее Адекватных Исследователей Я назвать не могу Почему Я в том числе В этом ролике Объясняю Имеет изучение Другой тайны Связанной с инфразвуками Уже давно замечено Что многие животные Предчувствуют Землетрясение В 1948 году В Ашхабаде За два часа до него Лошади и конезавода Громко ржали И срывали Ладно, дальше Мы думали Что эти крепкие стены Я что и говорю То есть Ну Землетрясение Это они Следствие Либо результат Инфразвук Как возникает Либо землетрясение Следствие Инфразвука Вот это Он вообще Не объясняет Причем Здесь Инфразвук Что Зачем Следует Что причина Что следствие Что Что раньше Повелось Курица Лицо Со специальными Углами Наклонами Должны были Защищать Его обитателей От взрывной волны Или удара Цунами Так и было Только волны Ага Конечно От удара Цунами Причем И наверху Какой цунами В крепостях Звезды Которые сделаны На вершине Гор И холмов Какой нахрен Цунами А некоторые Как Петропавловская крепость Прямо У берега реки Были Невидимы И смертельно опасны Сама планета Перейдя на Инфразвуковую Нискочастотную вибрацию Уничтожала Человечество И наши предки Нашли способ защиты Сначала возводились Небольшие Четырехлучевые бастионы Что значит возводились И почему сначала Если в спокойное время Это огромные Титанические сооружения Несколько километров Бывает В поперечнике На самом деле Все города Они по этому принципу Сделаны Природоподобные Париж Можно посмотреть Неаполь Да все что угодно Кострому Я по фрактальности Делал ролик И там В том числе По принципу фрактальности Там даже геометрия улиц Всех Проводился Зачем это делать Везде Действительно По всему миру Когда интро звук В основном В море Якобы убивают Вот абсолютный бред Абсолютный И вот в этом Весь канал Только в плюс Становились убежищем И генератором При котором начиналось Строительство Более крупных Звездных структур Таким образом Человек отвоевывал Себе необходимое Жизненное пространство Эти проекты Реализовывались везде И разрастались До поистине Глобальных размеров Алексей Заяц Прорисовал Многие из этих сооружений Их циклопические размеры Поражают До сих пор Превышая Да многие кто Прорисовал Да Действительно Огромные сооружения Потому что Весь мир был построен По такому принципу По природоподобному Используя природные волны Которые Звуковые волны Лишь Копируют По этому принципу Действуют все волны Радиоволны Я уже Делал ролик И еще сделаю Эфир На некотором уровне Радиоволны Они Звуковые волны Они все Одному принципу Это все волны У них Одинаковая природа Разница только Лишь в чистоте Чистота Это залог понимания Того с чем мы имеем дело Именно для свободных энергий Для работы с эфиром Они были построены С энергиями Но и в том числе Вибрации Лишь вследствие Звуковые волны Лишь один из уровней Тех энергий С которыми мы работали Да Не могу доказать И объяснить чуть позже Но Причем здесь Ссылку на одного человека На Алексея Некого Зайца Площади Многие современные Многомиллионные Крупные города С его изысканиями Более подробно Я познакомлю вас В следующем ролике На внешние контуры Звезд подавался сигнал Который Кем подавался Как Каким образом Что значит Подавался сигнал И почему на внешние контуры Если Отражает волну Вот этот внешний уровень Вот реальный На внешний контур То есть извне Тогда Они построены так Именно Чтобы отражать А внутри Собирать И делать Именно для отражения Внешней волны Это и построено Для поглощения И отражения Переотражения Для всего Что идет Изнутри Резонанс Потому что Ну так Работали силовые поля Вот кем подавался Какой сигнал Вот об этом Он умалчивает Почему они закопаны По самой неболусе Тоже умалчивает Где эти технологии По которым Они построены Эти крепости звезды Там Бывают по 8 метров Я иногда в Питере Видел Блоки большие Бетоногранитные Ну это гранитные Но Технологии заливки Там используют Потому что Внутри Они соединены Эти блоки Такими вот Скобами Железными То есть это было После того Как их изготовили Внутрь туда Загнуть железку И залить ее Нереально То есть это была заливка Вот почему мы не помним Эту заливку Огромных Мегалитических блоков Почему сейчас Эти технологии нет Это Он умалчивает А вот Всякую чушь несет А невозможно Отвечать на один вопрос Не отвечая на другой На тот ряд вопросов И основной из них Почему мы сейчас Всего этого не помним Он не отвечает На эти вопросы Разрушал низкочастотные волны И как бы Обеззараживал Не только внутреннюю часть структур Но и близлежащие территории В дальнейшем Как он разрушал Низкочастотные волны Если он говорит Что на внешний сигнал Подавался И оно все в резонансе Он Наоборот Нужно усиливать их Если они Природоподобно То есть Делали звуковыми волнами Они были с ними в резонансе Если подавать Тогда он в резонансе Он усилит Все эти волны И тогда По этой же логике Находясь в резонансе С этими частотами Звуковыми Как фигура хладней Являясь фигурой хладней Он в резонансе Почему песок Как фигура хладней И формируется Вот тут Корневая ошибка Главная Крепость звезда Должна Двигаться В резонансе С этой волной И соответственно Резонанс разрушает Если на то пошло Вот Никакого противоречия Тут не видит Этот Гореохотник С его теорией Это он бы Какой-нибудь Натурный эксперимент Сделал Из пластика Хотя бы Сделал И подал Волну Какую-нибудь Что было бы С вибрациями На На макете Хотя для полного Макета Нужно быть С длиной волны В резонансе Соответственно Сделать километровую Натурную модель Нужно Ну Хотя бы так Хотя бы Другую частоту Подать Чтобы она была В резонансе Более высокую Чтобы более короткую Допустим На крепость звезду Можно было сделать И посмотреть Как будет Она резонировать Влиять Реагировать На Внешне Поданную Звуковую волну Как он говорит Формировались Небольшие Удаленные От основного Источника Передающие станции Которые позволяли На земле Осуществлять Безопасные Сельскохозяйственные Действия А чем А чем Передающие Что такое Передающая Станция Это Принять Некий Сигнал И дальше Отдать Ну Что Соответственно Это не передающий Это тоже был Излучатель Некий Самостоятельный Потому что Чтобы продать Что-то Не нужно Нужно Купить Что-то Не нужно И наоборот Чтобы передать Седу Нужно Получить Силу Это с какой силой Нужно Орать Чтобы Не добавляя Ничего Своего Протранслировать Грубо говоря Один Динамик И другой Если это просто Динамик Который Ничего Не добавляя Ни сам Не являясь Излучением Мог только Транслировать Другой Это Ну А зачем Тогда Если я крикну Часть километра Кто-то Может услышит И человек Километр Чтобы Перетранслировать Нужно Тоже Быть Источником Этого Сигнала Звука Этих Вибраций То есть Тоже Какую-то Силу Дать Где Лойка Как Это все Работает Вот Вообще Не Объясняет Но Несет Чушь Что Это Какие-то Убежища От Инфразвука Вот Версии Про Крепости Звезды Тоже Лакмус И бумажка Критерий Троллей И К троллю Мы перейдем Чуть дальше На внешних стенах При контакте Двух Противоборствующих Волновых Излучений Возникало Сопротивление Переходящее В выделение Текловой Энергии Поэтому Создавались Водные Каналы Выполнявшие Роль Естественного Охладителя Все Передвижения Человечества В этот период От Чего Охладитель От Звука Что ли Вот Еще раз Вот Только Мельком Фразу Которая Не имеет Никого Смыслового Сдержания Является Полным Бредом И Ничего Доказательства Его Но Он Эту Фразу Пустую Вкладывает Как Доказательство Какой-то Своей Бредовой Версии Деление Тепловой Энергии Поэтому Создавались Водные Каналы Выполнявшие Роль Естественного Охладителя То есть Можно Звуком Нагреть Что-то Ну Наверное Для этого Нужно Потратить По Классической Версии Больше Энергии Потому Что Там Потери И Все Прочее Преобразования Чем Получить Вот Где Подтверждение Этого Пока Вся Классическая Физика Он Вроде Сторон Классической Физики Этому Противоречит Вот Это Его Фраза Сейчас Попробую Найти То есть Раньше Были опасные Сельскохозяйственные Действия Что такое Сельскохозяйственные Действия Это Что Понимать Под Этими Терминами Непонятными В стенах При контакте Двух Противоборствующих Волновых Излучений Возникало Сопротивление Переходящее В выделение Тепловой Энергии Что Значит Противоборствующие Он вообще Изучал Как звук Между собой Взаимодействует Противоборствие Стоячая волна Так она Иначе Формируется Это не фейческие Явления Которые Меч с мечом Схлестнулся И нагрелся Вместе Удара Это Иначе Действуют Иные Принципы И там И там Никакого Нагрева Нет Среда Не Нагревается Абсолютный Бред Абсолютный Два звука Две звуковые Волны Да мы Мы Тогда Все Кипели На дискотеках И там Клубах Ночных Потому что С двух Динамиков Хренач Это Встречаясь Иногда Друг напротив Друга Динамики Что за чушь Он несет Вообще Все бы Сварились Просто На любом Танцполе Поэтому И создавались Водные каналы Выполнявшие Роль Естественного Охладителя Все передвижения Человечества В этот период В целях Безопасности Осуществлялись По водным Артериям Да Пешком Никто Не ходил Да Бред Взявшим На себя Роль Транспортной Системы В горах Построены Многие В пустыне В нынешней Крепости Звезды А как быть Там где Нет Не было Рек Вот Что за Чушь Он несет Именно Тогда Появилось Огромное Количество Дополнительных Искусственных Каналов Большинство Из которых Мы Что значит Появилось Как Грибы Подожди Сами Выросли Либо Ты их Все-таки Построил Сейчас Считаем Природными Тогда Человечество Нашло Выход Перестроить Свой мир Через Это как Оно Нашло Выход И как Перестроило Свой мир Где Эти Технологии Чушь Как что где доказательства то дальше что почему сейчас мы все забыли откуда слой глины непонятно откуда в 10 метров откуда оплавленные камни колонны откуда новые технологии которые противоречат тем что были раньше почему мы об этом не помним как были построены та же колонна александровский столб какое-то время резонанс шумана вернулся к приемлемым показателям и звездные бастион перестали использоваться своих основных целях а потом произошло очередное обнуление а потом еще одно само якобы и кто считал то что значит обнуление а возможно несколько мы забыли технологии прошлого и как использовали звездные сооружения в начале они для нас превратились в крепости человечество после катаклизма вновь рассыпалась на части конечно и все забыли абсолютные книги все как-то стерлись новые появились а все старые исчезли в том числе написанные на золотых листочках серебряных медных и даже надписи на камни если и есть где-то осколочные отрывочные и мы их не можем прочитать почему-то удивительно мы вспомнили про войны и научились заново убивать а звезды молча взирали на нас глупых и беспомощных истребляющих друг друга и бесконечно крутящих да не совсем истребляющих кто-то нам помогает истребляться вся в колесе своих перерождений они тонули с нами в потопе их засыпало многометровым слоем глины материале и разрушали их тысячами и делаем это не мы а вы скорее то самое раевое сознание пор но они все равно рядом как немые свидетели былого величия человека и единства его мира они помнят какими мы были пора вспомнить и нам с вами с этим согласен но благодаря вот таким вот мурашиком на фоне солнышка света несущим чушь мы вряд ли вспомним хотя это не единственный такой мурашек вот история пи который вроде бы иногда по делу говорит и несет чушь про таинственную тару якобы часть тартария омск тарные ворота мутара этой некая емкость до тары упаковка говорят английский это просто часть тартарии ну а он говорит история пи что одна из версий то у него чужие на фасадах питера хотя я много фасадов показал никаких чужих там нет есть такой ролик вроде бы что-то и по делу но в итоге такой чушь иногда за задвигает вот частности инкубаторы крепости звезды у них у него инкубаторы какой-то расы причем раса она какая-то водная была русалки блин были замыты грунт но как вы сами видите вы сохранились сегодняшнего дня поэтому я считаю что крепости разобрались специально чтобы никто не понял что здесь было раньше и вот ну да вот этот вот длинный канал специально разобранный ну да частично может быть и верно но не нами не людьми и он вообще молчит кто разобрал специально чтобы никто не понял на планете они прилетели разобрали или что вот что за фраза такая разобрали раньше что еще меня сильно смущает допустим крепости звезды это неизвестного назначения установки требующие большого количества проточной воды допустим но сами крепости звезды ничего не требовали стоят себе стены стоят а вот когда начинали работать там много чего интересного вылазила и да надо было охлаждение но об этом он почему-то молчит для чего даже на верху в горах где-то вокруг были рвы обязательно тогда зачем строить столь длинный канал соединяющий дон с волгой ведь может для транспорта можно было построить более короткий или от одной реки или от другой что вот за этой фразы звучит я затрудняет даже предположить канал там все-таки между двумя реками они к одной из и если и построить то почему бы сразу не построить чуть-чуть удлинить соединив две реки то что на канале стоит крепость звезда ни о чем не говорит то что они стоят много где в том числе и в горах но с какой вывод он делает но у нас почему-то канал соединяет две реки что наводит на фантастические мысли а что и рука лицо и в этих крепостях не что-то производили а что-то выращиваю и это что-то затем по каналу уходила жить волгу и дом а просто в одну реку это вот не могло уходить по одному каналу до вспомним петергоф почему-то украшенный хвостатыми да он еще и львами украшены в основном и нету там не видел я доминирование каких-то русалок аноидами странных мелюзин на гравюра гуманоиды какие гуманоиды люди там и львы что за бред он несет и зачем для этого канала вот мелюзины да но это в основном только на рисованных каких-то вещах статуи и или мало или вообще нет и задумались ну задумался дальше на этом все смотрите мой канал вот и все в этом вот весь канал он насобирает накидает вроде каких-то таких дельных вещей по факту в основном пиар какой-то информация из официальных источников и затем вбросит какую-то фигню на мой взгляд абсолютную фигню не смотрите этот канал чтобы не потек мозг надо сохранить свое сознание чистым на этом наверное первую часть мы закончим разбора то ли вторую чуть позже там будет разговор про куланова макарова немножко подобного добра соратники и начинаю скоро записывать вторую часть добра